Но прежде чем пригласить сюда следующего спикера, по праву спикера и помощника, участника, создателя, я хочу немножко сказать об идее, как вообще родилось все это. В 2008 году, к тому времени я уже несколько лет возглавлял отдел рекламы и маркетинга в Театре драмы, я впервые случайно, абсолютно, попал в запаснике Краеведческого музея, где обнаружил большие архивы, в том числе и записки Родионова, и газетные публикации. И тогда я был заинтересован, откуда взялась эта история, почему мы знали все, что в 1933 году, 21 апреля, сыграны между бурьи, и с этого берет свое официальное начало театр, потом прибытие артистов, которые ехали на Сахалин, но на самом деле застряли они в Володь-Востоке, и оттуда были привезены. А что происходило до этого? И когда я увидел эти архивы, потом открылись вот у нас архивы Союза Камчатского отделения СТД, и я все стал искать людей, кто бы мог это сделать, все это сформулировать, собрать в одно издание. И потом, о чудо, 4 октября 2021 года, мне в один день поступило сразу два звонка. Первым позвонил это Миша Соловьев, который предложил оцифровать все архивы, которые есть у отделения СТД на Камчатке. И ровно через 20 минут мне позвонил Александр Петров, который сказал, что у нас есть материалы, в СТД тоже есть материалы, мы с Татьяной готовы начать работу над этим материалом. Для меня, надо сказать, этот день был какой-то, наверное, символичный, потому что эти два звонка, о которых я думал 13 лет. А теперь вот вернусь в 2008 год. Когда я попал в эти запасники, так как пером не особо я владею, к этой работе я очень благодарен Ольге Александровне Водясовой, которая подключилась к этой работе. И в тот момент совместными усилиями Ольги Александровны и Стаса Преображенского был выпущен первый такой небольшой буклет к юбилею театра. Красный, красный его, он где-то есть, я даже дома его уже не мог найти, он был там совсем маленьким. У меня есть несколько инцепляров. Вот она, вот он, член правления СТД, вот она, вот она, коробочка. А она, кстати, коробочку и играла. Да, спасибо, Лен. Это здорово, я просто даже дома не мог найти, чтобы сейчас представить. И это была первая работа вот о таком исследовании. Я потом благополучно это дело забросил, отвлекся, ну человек, увлекающийся, отвлекся на другую историю. А Ольга Александровна продолжила эти исследования. И благодаря уже ее усилиям был создан вот этот труд. Более развернутый, более объемный, объединяющий почти все эпохи, там за исключением одной эпохи театральной жизни. Все, что тогда театр успел, благодаря Ольге Александровне, сделать здесь. И когда стали работать над этой книгой, материал был подготовлен, у нас с авторами не возникало не толики сомнения, чтобы пригласить рецензентам, верно говорю, да? Рецензент. Рецензент. И автором заключительного и итогового слова для этой книги, именно Ольгу Вадясову. Я хочу вот сюда пригласить на сегодняшний день заведующего литературной частью театра драмы, кандидата филологических наук, доцента кафедры русской филологии, Камголу, имею в виду Саберика, Береговой, не выводятся. Что такое? Каковое, так и вятное, не думай. Ваш университет, с днем рождения. Спасибо, Ольга Александровна. Ну, Алексей Геннадьевич меня уже представил, и я действительно, случайно оказавшись читателем и рецензентом этого издания, представляю два коллектива, скажем так. С одной стороны, театр драмы и комедии, который буквально через полторы недели откроет юбилейный сезон, и в этом сезоне вновь будет активно участвовать Алексей Геннадьевич, юбилейный 90-й сезон. С другой стороны, не менее заинтересованный коллектив, коллектив Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга. Я представляю бывший некогда филологический факультет, сейчас уже растворившийся во всех других факультетах, но неважно, филологи не бывают бывшими, так же, как русские чемпионы и прочие. И, конечно, для меня с обеих этих позиций, и как представителя театра, который входит в юбилейный год, и как филолога, который когда-то обучал журналистов, и многие из наших выпускников служат и сейчас тоже в различных СМИ, и вообще как человека заинтересованного в слове, для меня не возникло никаких сомнений в том, что нужно к этой работе отнестись с вниманием. Хотя, не скрою, первоначально мне показалось, что это для меня что-то сравнить с такой текущей работой. Но мало ли сколько рецензий и какого характера я пишу в течение года, потому что самые разные авторы обращаются за рецензиями, у нас не так много кандидатов в филологических наук, очень мало литераторов, имеющих соответствующие степени, либо лолошисти, поэтому в некотором смысле слова они, мы, я, навес золота. Поэтому, конечно, такой специфический труд, и некоторые такие труды выходят, они требуют какой-то специфической реакции и обращения ко мне. Вот, и впервые я увидела это издание в его еще, может быть, не совсем полном виде в ноябре 21-го года, когда оно только готовилось к печати, и были подготовлены первые документы, первые рецензии и прочее, прочее. Ну и потом коллеги делегировали мне право написать заключительную статью, чему я исключительно рада, где я обобщила, насколько мне это удалось, какие-то свои, ну, научно-теоретические, скорее-таки, научпоповские какие-то положения, которые может высказать современный филолог по поводу того, зачем нужна газета нам сейчас, современным людям, которые, как совершенно справедливо было сказано, погрязли уже в интернете, но это может быть и хорошо, потому что он создает для нас мультикультуральную сеть, и мы все время все можем найти, да, нам не обязательно необходимо обращаться к труднодоступному источнику. Вот, с одной стороны, вот это, ну, это тема у меня затронута, с другой стороны, неизбежно, когда ты работаешь с таким материалом, ты оказываешься в плену собственных впечатлений, которые, в конце концов, достаточно субъективные впечатления, я там отражаю, и, по сути дела, перехожу на них, и они мне тоже, как и всем предыдущим рассказчикам, кажутся самым важным. Вот те субъективные впечатления, субъективный опыт, который мы получаем, читая эти газетные строки. Я не буду останавливаться на исторической важности книги, вам она понятна и очевидна, да, это источник исторической информации, я не буду останавливаться на важности этого издания для потенциальных филологов. Да, мы можем изучать слово и историю газеты, журнальных публикаций и прочего на материале этих изданий. Мне хочется остановиться немножечко на другом. Вот многое прозвучало о том, что специфичен сам язык этих публикаций, специфичны сами авторы, репортеры из народа, и мы понимаем живой и говорящий язык эпохи через эти публикации. И мне почему-то показалось, что многие из этих авторов прокладывают мостик к нам самим, и даже вот в том отношении, о котором, ну, несколько вот драматично, но справедливо сказал Валерий Трофимович, о том, что мы живем в век интернета, и сейчас рецензия бытует в другой форме, она бытует в интернет-изданиях, и она, например, тем, кто читает газеты, труднонаходима, легко найти в интернете, да, там почитать отзывы и так далее. Мне показалось, что многие из этих авторов как будто бы смотрят на современных интернет-блогеров. Многие из них похожи на современных никнеймеров, они прячут свои имена под вымышленными никами, рецензия, издатель, старый зритель, там, молодой зритель и так далее. Для них газета, которая выходит, конечно, не столь динамично, как в современной интернет-публикации, а с очень большой разницей, в неделю выступает как поле для полемики, как в современные комментарии, если угодно. И удивительно, что вот этот запал, ну, желание с кем-то полемизировать, сохраняется на протяжении нескольких дней, и даже недель, и потом в следующей публикации, которая выходит спустя неделю, допустим, в еженедельной газете, продолжает вот так же существовать с той же самой страстью. И мы видим, как складываются некоторые из изданий в полемические серии. Мы видим, как пробуют свое перо индивидуальные авторы и подражают разные интересные манеры. Например, некоторые из статьи, но явно написаны в зощенковской манере. У меня там есть просто такой топчик вот того, что мне очень сильно понравилось, где, ну, очевидно, стилизация очень любопытная, вот какой-то фильетон, либо очередь, либо что-то подобное. И мы понимаем, что вот этот автор из народа, этот репортер пробует себя в, ну, каком-то отклике на живые современные события эпохи, в то же время создавая интересную литературную стилизацию. И пишет, кстати, о злободневных событиях. Мне очень нравится эта статья, где говорится о том, что уже в здании профессионального театра, это вот межсоюзный клуб, который после 33-го года был отдан театру, и там в 36-м году сгорел, там не было воды. И для того, чтобы себя хорошо чувствовать, артисты дома, в кавычках, надувались до отвалу. Ну, а для зрителей она вообще была практически недоступна. Вот, и вот такой интересный живой голос, такая какая-то интересная полемичность, которая рождается на страницах этих газет, вот такое стремление выразить себя в слове и в этом найти жизнь. Не только получить впечатление от спектакля, не только написать рецензию, а именно найти для этого интересную словесную форму. Вот это все очень любопытно, и это действительно делает для нас людей, которые представлены на страницах этой книги живыми. Но о чем я еще думала, когда работала над этим изданием? Мне все-таки думается, что это издание, несомненно, оно должно быть востребовано, но хочется, чтобы оно было востребовано, но оно может быть не востребовано. И для этого, наверное, необходимы, может быть, какие-то особые механизмы, чтобы его читать. Для того, чтобы вот все это постичь, нужно быть внимательным читателем. Для того, чтобы познакомиться с человеком, представителем эпохи, нужно внимательно вчитаться в эти газетные заметки, в их стиль и прочее-прочее. И это далеко не всегда доступно современным молодым читателям. Даже те, кто сидят здесь сейчас, это в редких случаях молодежь, вижу. Ну, одну такую молодежь, которая там 20 с чем-то. В основном это все-таки достаточно взрослые люди, которые знакомы с книгой и, может быть, предпочитают ее интернет-публикациям. Наверное, должны быть продуманы еще какие-то механизмы, которые знакомят современных молодых читателей и увлекают их этой книгой, может быть, в том числе через ту самую пресловутую сеть интернет. Потому что, возможно, это единственный путь для того, чтобы и они тоже прочитали, и они тоже увидели что-то похожее и знакомое в тех людях, давно ушедшей эпохи, которые жили за 100 либо 100 с лишним лет назад. Увидели в них не просто каких-то советских людей, про которых они ничего не знают, не просто каких-то условных, ну вот как я там написала, строителей коммунизма, либо борцов с империализмом, а действительно живых людей. Для этого нужны какие-то дополнительные механизмы для того, чтобы все это так или иначе было востребовано и прочитано. В общем, с надеждой на то, что это издание, во-первых, продолжится, а это в любом случае продолжится, и это зависит от издателей, но, во-вторых, будет прочитано, а это уже зависит от нас с вами и от того, насколько это будет транслироваться нами, в том числе и более молодым людям, нашим детям либо нашим студентам. Вот с надеждой на все это я радуюсь, что это вышло, что у меня тоже есть экземпляр этой книги, и желаю ей всех благ и издателям тоже, и авторам, и дальнейшего существования и продолжения. Благодарю. Я тут должен чуть-чуть сделать небольшой комментарий. Это очень справедливый вопрос о читателях. Нужно сказать, что когда заговорили про это издание, впервые представлен проект Министерства культуры мной, то Минкульт откликнулся на это, мы вошли в программу издательского совета, и благодаря этой программе, которая помогала софинансировать это издание, благодаря этой программе, эта книжка находится в 101 библиотеке Камчатского края уже, то есть она находится в каждой библиотеке, в каждом населенном пункте, который на сегодняшний день существует в Камчатском крае. В начале октября, а точнее 30 сентября, мной эта книжка была передана, ее ждали там, в Центральную научную библиотеку Союза театральных деятелей на Большой Дмитровке, соответственно, там она будет уже на вечном хранении, и там же мы получили запрос передать это издание в библиотеку имени Ленина, потому что все особо значимые экземпляры должны храниться в библиотеке имени Ленина. В дополнение к Ольге Александровне, хочу заметить, что у нас есть в электронном виде эта книжка, и мы ее сейчас после презентации, конечно, разместим, и также она будет, ну у вас она уже есть в электронном виде, и пожалуйста, да, она будет размещена на сайте библиотеки. И на сайте библиотеки, и на частном порядке, я думаю, мы сейчас, по крайней мере, в ближайшее время, она полетит там по сетям, ее можно будет скачать, доступно, а те, кто любит книгу в печатном варианте, то для таких любителей за совсем нескромные деньги у нас тоже приготовлены нескольких экземпляров. Я вот сижу тут и думаю, нужны ли творческим людям какие-то ведущие? Они сами все говорят. Ты просто так присутствуешь. Нет, предназначительно. Славь их, чуть-чуть присоединяйся. Я красава. Кстати, то, о чем часто Алексей говорил, вот здесь у нас есть последняя страница этой книги, и здесь дается, во-первых, полный список тех людей, которые помогли выпустить эту книгу, в частности, и выступающие наши здесь, есть перечисления, и еще есть и товарищ Копылов, и товарищ Корстилев, которому в скором времени тоже будет дано слово, и еще и директор Евгений Новоселов. Ирина Васильевна, наверное, тут вклянюсь я и скажу, что, конечно, в практическом финансировании этой книги приняла участие рыболовецкая компания «Океанрыбфлот» и лично ее директор Евгений Новоселов. Личными деньгами помог заместитель председателя законодательного собрания Камчатского края Андрей Копылов, то есть люди, которых нельзя здесь не назвать. Они, к сожалению, не смогли сегодня быть здесь. И вступительное слово, вот мы как-то упустили, потому что сейчас... Подожди, подожди! Подойдем, не торопись! Нет, все, вы хоть немного получили представление от книги вот столько поступлений, но экстромптом. Конечно, нет. Но неважно. Главное, что вы поняли, что книга очень интересная. Книга интересная, и самое главное, она не только об одном театре, она обо многих театрах. Она и о драм-кружках, и о театре 19 века мимоходов, и о кукольном театре. Ну, кукольный театр здесь, знаете, вот уже читали объявление, но вы знаете, объявление это потрясающее. Кукольному театру требуется на постоянную работу два каюра. Знающие маршрут, Петропавловск, Большевецк, Ича, Тегиль, Лесное, Перевал, Карагинский район, Теричик и Каменское. Об условиях справляться ежедневно в облано у товарища Новограбленова. Речь идет о каюре собачьей упряжки, не каюре оленей упряжки. Передвижному кукольному театру требуется, это первое объявление в газете, когда прибыл сюда кукольный театр, требуется на постоянную работу две ученицы кукольного театра с оплатой содержания за время ученичества до 350 рублей. После зачисления в штатках актера по особому договору по ставкам ЦК Рабис. Срок работы не менее 3 рублей. Кроме этого, кукольному театру требуется три нарты по 8 собак, шесть кукулей, тормоза, чижи, тиховая одежда. С предложениями обращаться, все в то же облаго. Вот так росли театры. Ну вы, наверное, уже и обратили внимание, здесь идет народный театр, а народный театр находился, судя по всему, в здании. Вот опять связь с прошлым литературно-музыкально-драматического общества, которое существовало у нас, здание существовало с 10-го года, 12-го оно было построено, ну а общество вот было создано. И когда вот читаешь это, я пыталась понять вот начальные года, вот 18-й, 17-й год, а ведь там революционные события происходили, очень бурные и очень сложные. Так вот только по некоторым заметочкам можно понять, какое же время было, кто стоял у власти, или колчаковский режим, или советы, ну потому что будет прочитана лекция «Грехи большевизма». Вот такая вот есть интересная, вот такая грехи большевизма. Значит, к власти уже пришли белогвардельцы. Было общество просвещения, на базе которого работал народный театр. Возглавлял его одно время это общество Воловников. Это тот товарищ, который приехал сюда менять власть с колчаковского режима на советскую власть. И в этом просвещении подпольщики собирались для того, чтобы решать вопросы. И ставили спектакль мимоходом. То есть вот только по таким страницам. Понимаете, вот это вот настолько интересная история культуры, история театра, история человека, который жил здесь. Кстати, вот в послесловии, есть очень строчки, в послесловии заключающей статье, Ольга Вадясова очень интересные там сроки привела, что так мы рвались в свое время сюда, на Камчатку, и с таким же успехом мы рвемся, пытаемся куда-то назад уезжать. Вот это вот действительно время, и вот это, ну, Александр и Татьяна, вот сделали ее, именно газеты прошли, да, интернетовское время, да, больше читать должны. Но вы знаете, даже если мы разместим ее просто в интернете, ну, я не уверена, что вот так молодежь вся бросится и будет будет читать ее. Потому что, чтобы понять вот эти все книги, чтобы встать, понять вот это время, как движется оно, и к кому, к чему мы приходим, это, наверное, надо иметь все-таки небольшой опыт. И поэтому мы должны с этими книгами, где-то по ним может что-то рассказывать, даже истории театра рассказывать им. Именно вот потому, по газетам. А сейчас еще секунду, потому что я еще хочу обратить ваше внимание на первую страницу и последнюю. Здесь мы видим два, два чертежа, два рисунка драмтеатра. Ну, к этому, здесь, так как эта книга создана по газетам, архивных здесь документов нету. Но здесь особая благодарность архиву именно за эти рисунки. Пожалуйста, работник архива. Спасибо большое за предоставленную возможность посетить презентацию. Спасибо, Александр Викторович, спасибо за предоставленное слово. Я Копатилова Ольга Анатольевна, начальник отдела публикации работы с документами Государственного архива Камчатского края. И вот то, о чем сейчас сказала Ирина Васильевна, о тех чертежах, да, и о том проекте, изображения которых представлены на обложках книги, это случайная находка. Вот парадокс, да? Вроде бы документы более ста лет хранятся в архиве, уж тем более в краевом архиве, где вроде бы весь архивный материал, весь массив уже использован. Но года два назад два с половиной стали поступать звонки и при личном общении с Соловьевым Михайловичем с родственником Андрианова из Москвы возникал вопрос, а есть ли у вас проекты театра? И я говорила, что извините, нет. И нигде их нет, никто не знает, где исчезли и так далее. И работая полтора года назад над статьей для публикации, для книги, которую Сергей Витальевич сейчас Гаврилов готовит, развитие коммунального хозяйства, заводненная же тема. И мне захотелось посмотреть. Да, да, да. И мне захотелось, вот так же, как Александру Викторовичу, мне захотелось сто лет назад посмотреть, да, и развитие и сегодняшнее состояние коммунального хозяйства. Ну и вроде бы уже статья готова, думаю, да что-то не хватает, что-то не хватает. Вот то ли это вот такой, знаете, дух какой-то, да, и щейки, то ли еще что-то. Думаю, дай-ка я посмотрю, ну что же было все-таки построено в те годы, да, 20-е, 30-е годы, и кто строил. И в архивном фонде Петропавловска горкоммунхоза беру дело, 10-е, смотрю, что там схемы, проекты, различные сметы, театра, горздравотдела и других объектов. даже мысли никакой-то не было. Начинаю читать, смотреть, увлеклась, там очень много документов, кстати, для театралов, да, и для работников театра. Вот, в связи с предстоящим юбилеем очень много документов, которые не Александр Викторович не видел, не Сергей Витальевич, судя по листу, где мы расписываемся при использовании этих документов. Вот, и в одном из листов я вижу, разворачиваю, и я вижу вот этот самый проект 38-го года театра. Два проекта 36-го года это летний театр на 500 мест в парке культуры и отдыха, и 38-й год это вот этот театр с поправками, с балконом от руки дорисованным, да, в этом чертеже, и на кальках также 4, здесь 4 разреза, а на кальках уже более подробные проекты и водоносные системы, там, и сцены и так далее, и тому подобное. Ну, найти-то нашла, было для меня в первую очередь открытие, да, что такой неизвестный документ, который все ищут. Вот, ну, как его использовать? И думаю, а, я статью напишу на крошенниках, скидки чтения представлю и так далее. Ну, и тут Александр Викторович совершенно своей гениальной идеей, да, вот как раз развитие театра в газетной строке. Как вообще может прийти такая идея? в голову поражаюсь. Ну, и поделилась. Очень рада. это вообще, это получается, что это первое введение этих иллюстраций в научный оборот. Да, да, вот, и очень рада, что возможность такая появилась, вот, и мы увидели, как он должен был выглядеть, этот театр, как он выглядел, есть фотографии, так что желающие И увидели, что летний театр, которого так у нас и не было. Да, да, это здесь, черно-белая репродукция, а чертежи в цвете. так что вы приходите, у нас можно много найти в нашем архиве, покопайтесь, поройтесь, поизучайте, вот, и какие-то и у вас идеи возьмут. может быть, и Аркем, мы с ним придут. Да, и спасибо большое вам, Александр Викторович, и за ваше акселуаторство над нами, и за ваши идеи, и за вашу готовность помочь нам, и за то, что с нами делитесь, и мы всегда с удовольствием с нашими исследователями делимся и будем делиться тем, что у нас есть. Спасибо большое. Мало того, из этой книжки мы узнаем, во-первых, вот там вот, продолжая аналогию, которую вот Алексей Викторович начал временную, да, заканчивает в 45-м годом, но мы вот здесь, ведь мы знали о том, что был артистами театра во время войны произведен сбор, там был выпущен самолет на эти деньги. Камчатские артисты. Да, и здесь мы находим все это подтверждение в этих газет, и после поздравительная телеграмма, благодарственная телеграмма за подписью Сталина артистам Камчатского театра за вот этот самолет, который был создан на эти деньги, поставлен на фронт. Опять же, мы упускаем в основной истории театра, традиционной, которая на сегодняшний день существует, о том, что в 36-м году театр был ликвидирован. Вообще, просто все. Театр в 33-м году начал свою историю, а в 36-м после пожара он был ликвидирован. Как учреждение. Как учреждение был ликвидирован. Артисты отправлены в отпуск, трупа распущена, коллектив разогнан. и вновь он появился уже благодаря вот этим вот и эти новые проекты после пожара были сделаны, по-моему, в 39-м году. В 35-м приезжает трупа, потом появляется травм. Да, да, да. Театр в 33-м году было несколько театров. всякие статьи о том, что это была провокация, что это был поджог вредоносных элементов. Ну и вот на этом коротком спичи я хочу пригласить сюда человека, который сам история органов камчатской власти как исполнительных, так и законодательных, но так и общественных. Человек, который нам так же помогал в выпуске этого издания, взаимодействие наших организаций на сегодняшний день включено примером для всех 77 отделений Союза театральных деятелей по всей стране. Это отношение нашего отделения с торгово-промышленной палатой Камчатского края. Я хочу пригласить президента торговой промышленной палаты Дмитрия Анатольевича Коростылева и не могу обязан сказать, что кроме этой долгности Дмитрия Анатольевича заместитель председателя законодательного соорудования Камчатского края. А что так грубо-рубо? Таким мелко-рубо? Я так с крупных пасков ушел на мелкую постель. Да, так мелко-мелко-мелко. Вообще, честно говоря, у нас такая сегодня очень добрый вечер, очень такая дружественная, мне кажется, теплая, искренняя встреча. Мои коллеги прекрасно отработали на разогреве Розоохранительного собрания края. И Алексей Викторович рассказал все содержание, самые лакомые аппетитные куски этой книги. Он процитировал, мне кажется, вообще, в интересное время живем. В интересное время живем, потому что связующая нитка времен, когда открываешь эту книгу, понимаешь, что очень много повторений. Очень много повторений. С сегодняшним днем и Алексей Викторович нас внимательно на некоторые аналогии обращал внимание. И когда погружаешься, вот Ольга Александровна затронула тему, насколько она интересна читателю эту книгу, я люблю эту книгу. Хорошая книга получилась. И дай Бог получится и продолжение. И сегодня уже на векселей отсыпались коллеги. Анатолий Владимирович буквально публично расписался в том, что финансово уже никуда не денешься. То есть, конечно, мы сегодня находимся на пороге издания второй книги. И это здорово, потому что я многие сидящие в этом зале знаю лично и по многим проектам мы с вами работаем и многое нас связывает. Мне кажется, то, что мы сегодня стремимся сделать у нас на полуострове, сохранить вот эту основу, куда можно в этот колодец заглянуть вот на это прошлое, понять, что ты здесь сейчас не впервые появился, были для тебя, будут и после. Я в этой связи, конечно, не могу не упомянуть, для меня это вообще какое-то, отвлекаясь от этого издания, не могу не затронуть труд, который мои уважаемые коллеги и Сергей Витальевич Гаврилов сотворили в прошлом году в части истории представительных органов Камчатского края и когда есть там два издания, двухтомник, который у нас в законодательном собрании считается ценным подарком, мы очень к нему внимательно на президиумах относимся, когда голосуем за награждение этим подарком того или иного человека или организации. А есть еще дополнительные два тома с стенограммами, которые трепетно, с любовью, искренне Сергей Витальевич собрал и нам представляет. Когда я заглядываю туда, я вижу, что вот такое ощущение, что это какие-то черновики наброски наших сегодняшних сессий, наших сегодняшних депутатских собраний. Так и здесь, когда открываешь мельпомену в газетной строке вот то, что сделал Александр Викторович с Татьяной при идейном вдохновении моего друга, заслуженного артиста Российской Федерации Алексея Руководителя Камчатского отделения союза театральных деятелей России. Вот этот труд, повторюсь, для меня она очень какая-то родная книга получилась. Какая-то она моя книжка что ли? так сказать? Вот знаете, Василий Михайлович на вот он стенографирует сейчас всю нашу встречу. Он хочет потом сказать. он скажет, он скажет, как он сказал замечательно в его недавнешней книге тоже это колодцы, я ее тоже очень люблю, она у меня настольная книга, у меня сейчас на столе лежит два томика, это вот Мельпомена и Васины колодцы, потому что она очень пробивная такая, цепляющая книга для меня. У меня история финансового контроля на Камчатке. Вообще я дело в том, что наверное надо очень много сказано, сохранять регламент, надо вот хочется еще очень много сказать, но я знаете, что хотел сказать, у меня есть друг Алексей Быстрый, мы с ним ходим друг другу на презентации наших книг, он ко мне, а я к нему значит, он в августе прошлого года был у меня, а я вот сегодня пришел к нему в этот коллектив, и тем не менее, говоря про книгу, сегодня очень много сказано, я сказал свое отношение к этой книге, мне добавить нечего, но давайте все-таки не упускать, что сегодня день рождения Алексея Геннадьевича. случайное совпадение, но не было другого числа. Вот прям хочется спросить, Алексей, когда и с какой целью вы родились, если вы случайны? Вот ради этого, вот этого дня. Сегодня Алексею пожелали с этой книгой проехать, а, с моноспектаклем, да, мы еще с Алексеем Викторовичем тут перефримулись, все населенные пункты Камчатки. И как-то вот умолчалось, а с каким он спектаклем, потому что мы знаем Алексея в роли главного героя Евгения, пьесы Евгения Грифковца «Как я съел собаку», а сейчас он представляет неплохой спектакль по пьесе Михаила Хейфица «Спасти камерюнкера Пушкина». Я посчитал для себя необходимым поздравляю своего друга вручить вот такой письменный набор спасающему Александру Сергеевича и едущему на нарте. И едущему на нарте, как его ласково называют Алешенька, Александр Викторович его так зовет. Вот Алешенька это тебе такой письменный набор. Спасибо. Алексей, еще я добавлю, когда ты будешь ехать с моноспектаклем по Гришковцу, на нарте удерживаться. Ты руководствуешься на звание в спектакле в дороге, если будет голодно. Хорошо, хорошо. И здесь Александр Викторович обращает внимание на свой подарок. Александр Викторович, я тоже не мог не прийти без подарка. Все-таки это книга и вашей с Татьяной это вот собаки вот такая вот история связанная. Это вам. Спасибо, Дмитрий Викторович. Спасибо. Спасибо. Но я надеюсь, что у меня будет и ваша книга. Я подарю вам и уважаемые не Василия и всем, кто еще не получил. Этот человек бы обещал. Да, да. Еще раз с днем рождения. Еще раз большое спасибо за книгу. Я замолкаю. Всего вам самого доброго. Берегите себя. Спасибо. Прошу полу, Маша. И наш бесценный критик, я очень люблю Василия за его неординарность мышления и его особую способность выражать свое отношение к тому или иному событию, в частности, к литературе либо к театральному творчеству. Василий, прошу, пожалуйста. Василий Шеляев. Я буду краток. Я просто, когда тут говорилось о том, как бы эту книгу популяризовать, мне вдруг пришло в голову и я вот поднял руку, почему бы не поставить ее в театре как пьесу. Да, да, да. Слушай, это сказал еще Мейерхольд, можно поставить, я могу поставить и телефонную книгу. Вот. И тогда я предлагаю, если это пока невозможно, пусть вот Александр Викторович Петров выступает с этой книгой как со скензатом. Я не могу это сделать, у меня слишком плохая динция и полное отсутствие кольцкого мастерства. Он заберет хлеб вроде Александра. Но у нас для этого есть Алексей Выстарабец. но все-таки я всегда рад дать какие-то комментарии или рассказать про эту книгу, потому что, наверное, для меня тоже впервые такая работа, когда ты погруждаешься в издание. Я был первым читателем этого. Не скрою, что что-то в этих в этих работах очень много мы обсуждали, обсуждалось, как компоновалось, мы искали, мы очень много беседовали с Сашей вести диалог в серьезном в серьезной плоскости больше 15 минут невозможно, потому что начинает троллить сначала меня, потом себя, потом власти, а после искусства. Но нам удалось совершить совместный такой прыжок в эту издательскую деятельность. Для меня это огромный опыт. Мне кажется, что все вот так сошлось, когда я вообще в своей жизни ни к чему не стремился специально. Все приходило само. И здесь так сошлось год назад, что все пришло само. Звонок Саше, потом мы стали делиться нашей идеей, мы получили этот отклик, потом подключилось, для меня был большой отправной точкой первые 50 страниц, которые мы отправили Ольге Александровне, получили обратную связь. Дальше это пошло, мы получили большую поддержку, заинтересованность, все так сложилось, эта книга издана, я считаю, нашей общей большой победой и дай Бог, чтобы вот эта лепта в историю края внесена нами, я очень горжусь, что я к этому причастен. в середине нашего вечера Алексей хотел уже вернуться к Зверовщикову. о Ольге последние пошла и обращение обращения ко всем нам, ко всем будущим читателям этой книги. Перед нами одна благородная цель с благоговением помнить прошлое, с уважением относиться к настоящему, приумножать духовное богатство и опыт предшествующих поколений. Читая книги, читая старые газеты, создавая вот такие истории из отдельных отрывков по существу, мы именно вспоминаем и помним прошлое, но это устремление в будущее. А сейчас бы я хотела дать слово самому, одному из главных инициаторов, исполнителей, Александру Петрову. Ну, собственно говоря, я, конечно, всё уже сказал вначале, но подумал, что можно немножко добавить, буквально минут за 20-25, я думаю, я кратко беру тезисы своей речи, а потом перейду к нам рассказать. Значит, на самом деле, как это ни странно, когда мы закончили работу над этой книгой, когда уже отдали её в печать, я переристал макет, я сейчас говорю, простите, я отдуваюсь один, потому что жена у меня сейчас на материке с детской группой, со своими воспитанниками турклуба, она вернётся через несколько дней, опять полетит со следующими детьми в музей победы, так что мне придётся говорить за нас двоих. Получилось так, что, по сути, как это ни странно, эта книга не только и не столько о театральной жизни. Почему? Потому что, по сути, что такое театр? Я скажу честно, я меньше люблю театр, если мы называем театром то, что происходит на сцене, я меньше люблю театр, чем драматургию, то есть, чем основу этого. То есть, фактически, спектакль – это лишь интерпретация, лишь трактовка того, что написал драматург, а театральная рецензия – это, получается, интерпретация в квадрате, то есть, это интерпретация, интерпретация, трактовка, трактовка. И вот, когда уже мы пересмотрели, уже книгу печатали, мы пересмотрели макеты, мы с женой разговаривали, и вдруг мы поняли, что эта книга совершенно не о театре. Эта книга о том, как эпоха формирует превращение русского человека в советского человека, и как на небольшой период во время войны советский человек опять становится русским человеком. Ну, к сожалению, вот у нас книга закончена на 45-м годе. Дальше, в следующем, во втором выпуске у нас ждет уже тот период, когда, тот достаточно тяжелый период истории, когда, ну, скажем так, драматургия как таковая, как и все другие искусства, погрузились в глубочайший застой. То есть, это то, условно говоря, что можно сказать, что, если мы берем пример драматурга Константина Симонова, то пьеса русские, военная пьеса Симонова «Русские люди», к сожалению, превратится в пьесу «Русский вопрос» 48-го года. Ну, ладно, дело не в том, я хотел просто сказать, что фактически это получилась книга об эпохе, о трансформации эпохи. Вот и все. АПЛОДИСМЕНТЫ Собственно, время, вообще, полтора часа нашего диалога, что-что? Полтора часа нашего диалога, это уже такое критическое время для публики. Да, поэтому я хочу спросить, может, кто-нибудь хочет что-то сказать, задать вопрос, показать видеофильм? Есть предложение? Да, Татьяна Монольевна. Есть конкретное предложение. Ах, ты пальцы. Смотрите, у нас есть проект, видите, у нас есть проект, у нас есть проект в «Волоса Камчатской книги», да? То есть мы записываем в нашей студии звукозаписи краеведческие книги. И вот о чем подумалось. Можно записать эту книгу и перед, может быть, не полностью, а отрывками, да? Ну, то есть выбрать, чтобы могли выбрать. И, например, перед спектаклями, в театрах, там, когда забирается народ, или это на плазме, или это вообще в зале где-то, зачитывать, включать эти аудиозаписи. Во-первых, их можно на радио, которое, к сожалению, редко сейчас слушать. Тем не менее, у нас есть свои странички на радио ВГТРК, да? Вот. И таким образом рассказывать нашим жителям о том, что у нас есть. Поэтому я вот... Прекрасная идея, раньше. Да, потому что артисты, театры участвуют у нас в этом проекте, озвучивают наши книги. У нас есть 15 книг у нас проявительских. Это, на самом деле, уникальный цифровой контент, как сейчас говорят, да, контент. Вот. И вот здесь, если уже трансформировать идею, популяризировать знания, книги и так далее, я говорила, таким бюрократическим языком, мне кажется, это, в общем-то, предложение, которое можно принять. Я хочу заручиться вашей поддержкой. Спасибо. Спасибо. Есть еще выступающие какие-нибудь. Кто читал, кто помнит, кто знает. Вот один человек вставка. Кто знает автор. Владимир Александрович Гейх предлагает сделать коллективную флоту. Вот это как всегда. Так, я просто хочу вам сказать, очень интересное, и вы будете читать, вы получите истинное наслаждение, потому что вы окунетесь в то время, время, которое мы вообще-то мало очень знаем. Те 20-е годы, 10-е, 20-е годы, 30-е и начало 40-е. Читайте эти книги, и вы получите истинное наслаждение. Спасибо вам большое. У нас есть, мы привезли несколько, дело в том, что всего у нас осталось 80 экземпляров. Да, я так поставил, вдруг, если кому-то нужно, то мы сегодня решили, Саша, не по той себестоимости, которая... Короче говоря, вот книга наличия есть, стоит она 1 тысячу рублев, и есть она прямо здесь, у нас. Покупайте, потому что в магазинах ее не будет. Ее не будет, но можно в каком-то частном порядке обращаться в отделение или в театр, наверное. Я рада была посидеть с этими двумя, гениальными. Жаль, что у нас нет, жаль, что еще нету одного человека. Да, Татьяна, что нет моей жены за этим столом. Вторую книгу мы будем проводить. А для меня является большой честью, что, значит, с Александром, с Татьяной создали эту книгу и выпустили совместно с Союзом театральных деятелей. А большой, любимый человек, историк, краевед Ирина Васильевна Витер приняла участие. Спасибо вам огромное. Спасибо.